Ликвидировать в Приморье очередь в детские сады к концу 2014 года. Такую задачу поставил перед главами муниципальных образований края Александр Зубрицкий, директор Департамента образования и науки Приморского края. Самая большая очередь в детские сады остается в Валдивостоке, Партизанске и Фокино. Неблагоприятная ситуация и в Уссурийском городском округе. Очередь здесь достигает 4000 человек. Сегодня, согласно реализации двух программ, краевой и федеральной, по модернизации дошкольного образования, во многих районах края началось строительство детских садов. На уровне губернатора Приморского края и, кстати, представитель правительства проводил видеоселектор с губернаторами. В этом году обязательно все бюджетные обязательства надо реализовать. То есть средства надо освоить. А в следующем году закончить строительство детского садика, в том числе и потому, что было поручение губернатора указ президента выполнить досрочно до конца следующего 2014 года. Так в Уссурийске запланировано построить два новых детских сада. К строительству первого уже приступили. Но проблемы остаются с подрядчиками, которые постоянно срывают сроки. Глава округа уже взял ситуацию под личный контроль. Второй объект пока только в проекте. Решается вопрос с инвестором. Нам не дают возможности и шансы это средство не осваивать. То есть речь идет о том, что пропорционально эти средства будут у Приморского края, у муниципальных образований неосвоенные изъяты. На фоне проблемных строек отметили положительный опыт. Фокина. Быстрыми темпами идет строительство дошкольного учреждения на 240 мест. Буквально за месяц здесь уже отстроили коробку, а к октябрю 2014 года планируют открыть 14 групп. Еще в проекте восстановление жилья и предоставление его в служебное пользование специалистам дошкольного образования. На это в бюджете края заложено 8,5 миллионов рублей. Обсуждая с главами ход строительства детских садов, Александр Зубриский подчеркнул, что сейчас важно освоить все средства по федеральной и краевой программе модернизации дошкольного образования. И главы районов не должны упустить такую возможность и как можно быстрее и оперативнее решать все вопросы с подрядчиками. Елена Штейникова, Александр Малыгин. Панорама. Еще раз просьба передать слова благодарности начальнику управления любви. Спасибо.